Это минут 20, людей на улицах города стало еще меньше. Что касается площади, как вы можете видеть, она практически абсолютно пуста. То есть складывается такое впечатление, что люди специально обходят Алан стороной, потому что по периметру Алана полицейские, сотрудники дорожной полиции, собаками, патрулью. И такое ощущение, что журналисты избегают появляться в окрестностях Аланта в этом районе. Что касается самого города, город выглядит пустым и мертвым. То есть, несмотря на то, что в отпечатлении, и это праздничный день, на улицах народу практически нет. То есть люди предпочитают, видимо, сегодня сидеть дома. Спасибо, Дима. Мы еще с тобой свяжемся, я думаю. Более подробно о том, как прошел день 16 декабря 2012-го, вам расскажут в итоговом выпуске новостей в 22.00. Сейчас время журналистов 16.17, восстанет 17.17. И я предлагаю посмотреть, что происходило на площади независимости в Жанал-Узове ровно год назад, 16 декабря 2011-го. И это вопрос из Джей, который churches в мертвых ниже, доказываетесь. Субтитры делал DimaTorzok В хронологии трагических событий Жанузене мы пытаемся восстановить здесь, в студии телеканала К+, очевидцы Жанузенских событий беседуют с моим коллегой Аслабеком Абдуллом. Аслабек? Мы продолжаем наш прямой эфир. Сегодня годощина Жанузенской трагедии. Мы вспоминаем события на площади независимости 16 декабря 2011. В прошлое включение мы остановились на вопросе меры наказания Тимиру, начальнику Жанузенского изолятора временного содержания. Почему по фактам пыток был наказан только Тимиров? Вот этот вопрос я бы хотел адресовать Гульнаре. По поводу пыток, значит, мои подзащитные, мы в первой встрече сразу говорили, что в отношении были пытки и рассказывали в подробностях, где это происходило, как это происходило. Но они боялись говорить об этом, так как во время следствия, когда они про это говорили адвокатам, которые участвовали на предварительном следствии, они как адвокаты не смогли завексировать их обращение в прокуратуру, в полицию. Они, наоборот, сказали, что ничего вы не сможете сделать. И они вообще были в таком состоянии и спрашивали у меня, стоит ли об этом говорить в суде. Я разъясняла, что суд у нас открыт, и будет столько средств масс-информации, что надо об этом говорить. Это не только для вас, это вообще, что в будущем вот такие пытки во время следствия не повторялись. И когда начался допрос обвиняемых, все подряд почти начали говорить про пытки. И в соответствии с требованием законодательства суд вынес определение и отправил материалы для проверки. Но проверка у нас производилась теми же органами, которые производили эти пытки. И, конечно, был результат такой, что было отказано возбуждение дела. Данное постановление мы обжаловали и в суде первой инстанции, и второй инстанции. Но по существу применение пыток во время следствия не рассматривалось. Суд отказал нам по формальным основаниям. То, что начальника СИЗО Тимирова осудили только по статье 308, по-моему, я считаю, что, конечно, это неправильно. У нас в связи с тем, что Казахстан ратифицировал конвенцию о пытках и привел в соответствие с международными требованиями, у нас в уголовном кодексе статья 141, дробь 1, это применение пыток. Я считаю, что те лица, которые применяли пытки, должны отвечать именно по санкции данной статьи. Но, видимо, предварительное следствие посчитало, что необходимо только 308 применить. И на этой стадии у нас одно только уголовное дело закончилось. Я хочу просто сказать, что наше государство, власть, государственные органы, правоохранительная система, так за эти 20 лет, принимая международные документы, ратифицируя их, до сих пор не привела их в соответствие с казахстанским законодательством. И казахстанское законодательство до сих пор часто противостоит правам человека в стране. И вся эта международная документация, она не вплетена в повседневную жизнь. И спрашивать, и отвечать за это должны прежде всего сама власть, сама система, которая игнорирует права человека в стране. И то, что пытки стали обыденностью, и сейчас опять систему КУИС передали в МВД, и появились пресс-хаты, где пытают людей. И то, что произошло с Вадимом Кураншиным. Вот это все показатель, что это системное явление. И нам нужно добиваться полного изменения. И наказание по пыткам, и защите женаузенцев, и их освобождение. И в отношении Тимирова я хочу сказать, что он был задним числом, как мне говорили женаузенцы, назначен на эту должность. Он лейтенант. Там были полковники, там были подполковники, приезжие из Алматы, Астаны. Начальники, которые рулили и давали приказы. Пытки были повседневным, каждодневным явлением. Но Тимиров, как стрелочник, его уговорили и его назначили. И он ходил во время процесса в МВД, там разговаривал с начальством. Вот этот весь переговорный процесс, который был, доказывает, что вообще это не настоящий процесс, не открытый процесс, не объективный процесс, а просто с ним была какая-то договоренность. И вот с этим надо бороться. И вообще, на самом деле, правда женаузене, она до сих пор не открыта. Мы знаем только вот гражданское общество, первый какой-то слой. Те следователи, которые вели дело, они знают больше, чем мы. Но вот этот многослойный пирог только-только и они не публикуют свои материалы. Надо полностью публиковать и полностью собираться. И мы предлагали в самом начале объединиться, чтобы вместе страна знала и пришла к истине. Этого не было сделано. Спасибо. Алик Александрович, как все-таки вот так получается, что авторитарные режимы, постсоветские, столько лет умудряются именно в отношении оппозиции, всех людей, которые имеют собственное мнение вести такую жесткую политику, благодаря этому железному занавесу, хотя, казалось бы, вовремя нет. Ну, это банальная, если я скажу, но он вроде как бы, это банальная правда. Это наследие вот того жесткого режима, который у нас был. У нас был не просто авторитарный в советское время, тоталитарный режим. И, несмотря на то, что формально как бы произошла демократизация, так сказать, какие-то даже законы, я не думаю, что все законы такие нарушают права человека. И, наверное, в Казахстане, в России были приняты хорошие законодательства. Значит, и мы подписали массу европейских норм в России. Казахстан тоже там, вот даже председательства ОБСЕ, понимаете, да, совершенно очевидно, что не выполняются написанные, прежде всего, нормы. Обязательства, которые Казахстан, что Павел ОБСЕ подписал, не выполняется. Но проблема здесь как бы двойная. С одной стороны, руководители, это все наследие советского времени, ну, Назарбаев-то, что там говорить, он полностью оттуда. Да, он полностью оттуда. Ну, и народ еще, как бы, так сказать, вот народы Европы зарабатывали, они боролись за демократию сотни лет, понимаете. Если посмотреть на историю, хронику развития исторических событий, так сказать, конечно, это сотни лет. Мы вынуждены проходить это быстро. И мы должны требовать от властей, так сказать, того, чтобы не выполняли нормы, которые они подписывают. И поэтому я не оправдываю бесспорно, так сказать, эту власть, потому что она лжива. На Западе она изображает из себя, так сказать, некое демократическое лицо. Значит, и плохо, что западные страны... И здесь еще есть реал политик со стороны Запада, который ради... Обе наши страны являются... Они живут за счет продажи недр, так сказать, богатства недр, так сказать. И поэтому Запад нуждается в этих богатствах. Нефть там, прежде всего, не случайно, жаназен, нефтяная. И все это каково прощается. Поэтому мы должны бороться за это, так сказать. Вот я хочу несколько слов сказать об этом процессе, потому что я ездил туда. Я вот российский правозащитник, так сложился судьба, как бы, так сказать... Меня делегировали российские правозащитники наблюдать за тем, что там происходит. Я был и в своем женозеле, разговаривал с родственниками. И был на процессе. Вот прежде всего, что меня поразило. Родственники потерпевших не обвиняют забастовщиков. Понимаете? Это что-то означает ведь, да? Вот, казалось бы, пропаганда все сделала, чтобы обвинить лидеров забастовки, что они организовали массовые беспорядки. Они виновны. Что, якобы, полицейские защищали, как бы, так сказать, не только власть, но и, как бы, вообще гражданский мир. И что полицейские были правы, так сказать. Ничего подобного. Вот я ни одного упрека со стороны родственников потерпевших, убитых даже родственников, так сказать, так, ни одного упрека не слышу. Это первое. Поэтому правда, она хоть и детально неизвестна, как мой коллега правильно говорил, но все равно правда, как бы, люди знают, что власть виновата. А власть обвиняют. Обвиняют, так сказать, что... И то, что не оказывают помощи уже родственникам, раненым, так сказать, не очень оказывают помощи. Вот я был на квартире, там лежал очень тяжело раненый человек, и никаких средств ему не выделено. Его надо вести, делать операцию в Алмату или еще куда-нибудь, ну, куда-то там, в хорошее место, скажем так. И мы добивались, там, вот при мне, так сказать, когда мы ходили к Акиму, мы ставили этот вопрос, он обещал, скажем так. Поэтому правда известна, главная правда заключается в том, что власть там... Здесь два момента есть. Она, с одной стороны, была как бы и не готова к этого рода событиям, понимаете? Потому что, если бы она была готова, то, может быть, мы видели вместо этих броневиков на этих кадрах, видели бы машины с фундаментами, понимаете, да? Так сказать, они в первую очередь должны были ехать, а, насколько я знаю, их там не было. С другой стороны, она была готова, но готова каким-то тайным образом, конспиративным образом. Потому что мы знаем, что какие-то люди там начали эти массовые беспорядки, они не задержаны. То есть, может быть, это третья сила, может быть, это власть. Мы даже не можем точно сказать, вот эта власть, значит, все это организовала, эти беспорядки. Или это какая-то, воспользовавшись каким-то моментом, организовала, насколько я понимаю, это так до сих пор. Но то, что власть неадекватно себя вела, то, что были, вот как здесь, слава Богу, снимали первую выставку, или вы прозвучали страны полицейские, что они ничем не были оправданы, что в этот момент нападений на полицейских не было, что есть, опять-таки, в законодательстве, я уверен, Казахстан написано, что применять агастрельное оружие можно только в случае самообороны, так сказать, или реальной опасности для жизни других людей. А мы видели на этих кадрах, что никакой опасности никому не было. Они уже стрельбу открыли. Это все, конечно, разоблачает, ну, как минимум, неготовность и ответственность власти все равно. А как максимум, конечно, так сказать, что это было запланировано для того, чтобы наказать первую массовую забастовку, которая проходила вот на постсоветском пространстве. Семь месяцев была забастовка. И здесь надо вот сказать следующее, что вот гражданское общество по-разному сейчас растет, как бы, так сказать, и формируется в Казахстане и в России. В Казахстане это через забастовки. Я вижу, что таких забастовок в России не проходит. В России гражданское общество сейчас проснулось на выборах. И я думаю, что вот этот процесс пробуждения гражданской общества будет продолжаться в Казахстане и в России. И вот это расследование чрезвычайно важно не только для Казахстана, которые вы проводите, но и Дни России, для того, чтобы предотвратить, может быть, вот эти события. И я твердо уверен, что вот как мы, вот я в советское время, мы изучали в учебниках, помните, такой Ленский расстрел. Во всей, в начальной школе даже читали, Ленский расстрел. Мы знали, что, значит, царская власть, там, душитель всех народов, как говорится, она расстреляла, так сказать, на Лене забастовку. Но мало кто, в то время нам не говорили, насколько было тщательно расследовано этот расстрел, что был начальник главных полицейских, который там был наказан, снят с должности в Сибири, что были наказаны полицейские, и что именно, а никто из забастовщиков не пострадал-то. Вот тогда уже работала Государственная Дума в России и добилась этого расследования. Так вот, насколько сейчас мы, как бы, находимся сзади даже этого, даже начала прошлого века. Вот в Казахстане такого расследования, которое бы во времена еще, так сказать, Российской империи добилась Государственная Дума, вот этого сейчас пока в Казахстане не удалось сделать. Спасибо, Леонид Александрович. Тогда же родился и псевдоним Ленин, да? Да. 20-летний воспитанник детского дома Александр Баженко заявил в суде о том, что оговорил нефтяников под пытками. Тем самым он раскрыл миру глаза на обыкновенный фашизм казахских полицейских. Пожалуйста, внимание на экран. 23-летний Александр Баженко воспитанник Жанузенского детского дома. В начале процесса над бастующими нефтяниками Саша под псевдонимом Хайрат Алпспаев давал показания по скайпу против нефтяника Жаната Мурумбаева. Впоследствии Баженко отказался от своих слов и с раскаянием пришел в зал Актаусского суда. Баженко признался, что давать показания против Мурумбаева его вынудили под пытками в гаражах ИВС. Там же у Саши произошел важный разговор с одним из представителей полиции. Как бы сказать, милиционер, я его знаю на лицо, имя не знаю, он сказал, что это президент, президент мне так сказал, приказывает. Я сказал, ну бог, он сказал, президент сказал, мучить меня, мучить пить, кто-то не пил, мучить меня. Я каждого опознаю, каждого опознаю, я добьюсь этого, я не оставлю это иначе. После этого интервью, а особенно после открытого выступления в суде, Александр Баженко, опасаясь расправы, больше не давал комментариев. 4 июня Жанат Мурумбаев, ранее обвиняемый по статье «Кража и применение силы к представителям власти», получил условный срок и был амнистирован в зале суда. Еще через несколько месяцев, 7 октября, избитого Сашу нашли возле местного ресторана «Хан-Шат-Рэ». По официальной версии, Баженко погиб в случайной драке на бытовой почве. Пресс-релиз ДВД по Магастаусской области по делу об убийстве в городе Жан-Узень. 7-10-2012 года в 5.20 часов приемный покой ЗГБ города Жан-Узень, карьеры скорой помощи из микрорайона Орке, доставлен гражданин Баженко Александр Валерьевич. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанное преступление раскрыто в течение пяти суток. Установлены и задержаны двое подозреваемых, которые дали предстательные показания в том, что совершили данное преступление из хулиганских побуждений. В ходе следствия установлено, что Баженко, находясь в нетрезвом состоянии, заходил в магазин за покупкой. В это время в магазине находились двое покупателей, которым не хватило расплатиться с продавщицей 50 тенге. Заметив это, Баженко достал из кармана 50 тенге и бросил на прилавок, произнося «доплачу за вас». На что те двое отреагировали агрессивно, и между ними завязалась словесная ссора, которая переросла в драку. Единственная вина его была в том, что он сказал правду. Версия о том, что 50 тенге, какая-то драка, нападение и избиение, версия, что это бытовуха, то я в это не верю. Жан-Аузинское дело, 37 нефтяников, имеет под собой основание. И что говорить правду Жан-Аузине, сейчас очень сложно. Друг Александра Баженко Муратпек говорит, что то выступление Саши в суде совсем не случайность. Оставшийся без родителей в раннем детстве, Саша Баженко не терял веру и справедливость, и всегда был готов ее защищать. Он часто ходил в Акимат. Наверное, вы знаете состояние ребят, где дома с их нехорошие. Многие испытывают квартирные проблемы. Во всех городах есть дома юношества. У нас в Жан-Аузине нет. Он ходил и поднимал такие вопросы. Был добродушным человеком. Боялся только Бога. Девятого числа этого месяца в ауле Тенге, рядом с городом Жан-Аузин, состоялся поминальный аз. Читалась молитва по погибшим во время трагических событий. Среди имен прозвучало имя Александра Баженко. Его тоже считают одной из жертв Жан-Аузиня. Назер Садаханын, он кыса, жюз кыса, мэн кыса, салабын, ата-гылы, насыбесы, маркин. Хоть Александр и не имел прямого отношения к бастующим на площади, своими убеждениями он оказался близким к ним по духу. Саша Баженко стал единственным человеком, кто раскаялся в своем невольном участии в процессе и публично попросил у людей прощения. Все равно это правда придется. Простите меня. Простите. И у вашего сына я попрошу, и у ваших детей попрошу. Еще раз извините. Я готова, пока ваше сердце к милости вернется и ко мне. Я всегда буду извинения просить. Этому не тяжело. Простите меня. Покаяние Александра Баженко, на мой взгляд, еще одна упущенная возможность для заведения уголовных дел по фактам пыток. Да. Во время беседы, уже когда начался процесс, мы предполагали, кто это свидетели, допрашиваемые в суде по сотой статье. И мы знали наверняка, кто стоит за этими лицами. И мы ждали, когда будет допрос этих сотых свидетелей. И мне поразило то, насколько подсудимые были верны в своих предположениях. И вот когда начался допрос Александра Баженко, когда вопросы уже начал задавать подсудимый, которого он обвинял, он второй вопрос задал. «Ты же принимал мусульманство?» И он не смог мне ответить «Да, я принимал». «Ты же, Саша Баженко, я же, твой учитель, как ты мог сказать?» И вот здесь была такая ситуация, что он расплакался и сказал «Да, я». И начал говорить, что он раскаивается, что и через некоторое время его не стало. И когда мы в суде требовали, чтобы его завели в зал, в комнату, где допрашивали свидетелей по сотой статье, мы не могли получить ответ. И на второй день только он появился в суде и рассказал уже, что он давал показания, где проходили допросы свидетелей по сотой статье. И он сказал, что допросы проводились на третьем этаже УВД, что возле него стоит прокурор, стоял прокурор и работник полиции, что они его все время держали в машине. И после того, когда он сказал свою фамилию и узнали настоящую фамилию, его упрекали в этом, угрожали и обратно держали в машине, и он не мог от них уйти. И на третий день только он появился в суде, и он сказал. Действительно, Саша Баженко это такой яркий свидетель, который подтверждил наши доводы о пытках и подтвердил существенное нарушение допроса по сотой статье. В соответствии с требованиями УПК, допрос по сотой статье свидетелей должно проводиться в том же здании, что в случае, если будет необходимость, чтобы он мог прийти в зал судебного заседания и открыто уже сказать об этом. Но мы этого не могли добиться, потому что допрос проводился в третьем здании УВД, на третьем этаже УВД, это совершенно разные микрорайоны. Потом, конечно, мы все были обеспокоены здоровьем и жизнью. Александр Апаженко это такой свидетель, но, видимо, это уже упущение. Я не знаю, конечно. Я не думаю, что смерть... Как будто виновник общий, кажется. Да, да, да. Как будто не уберегли это. Ну, конечно, сейчас то, что следствие квалифицировало виновников его смерти по другой статье, я не могу судить, потому что я не знаю материал дела. Моя коллега Венера Сарсимбина должна участвовать по данному делу. Я думаю, что она потом может... То есть это будет иметь продолжение? Да, да. Я думаю, что она может потом конкретно уже сказать по делу. Пожалуйста, Алия Тулетаева, дочь Розы Тулетаевой, осужденная, активистки за бастовки нефтянников. Вы были знакомы с Александром? Да. Я Сашу узнала с детства. Он всегда был дружелюбивым, хорошим, веселым парнем, мальчиком вообще тогда. И я не верю, что он был... Когда вот убийство было, эксперт сделал, что он пьяным был, не в трезвом состоянии. Я категорически не согласна, потому что он читал намаз. И я не успела ему сказать, когда он был жив, что благодарю суде, что он... Все нефтяники, это мои братья, как мои дяди. И благодарю, что он сказал правду. И из этой правды вышел Шанат Мурумбаев. И он открыл правду. Продолжите, пожалуйста. Что значит вышел Мурата? Вот Мурата тоже я хорошо знаю. Я хочу сказать, что вот по сотой статье анонимные, и в основном были полицейские, самые вот отягчающие моменты, которые приводились, это именно приводились свидетелям по сотой статье. И мне кажется, вот эта схема судебных процессов, там была заданность, что наиболее такие жесткие вещи вот именно произносились такими свидетелями. И то, что помимо вот этих полицейских были гражданские лица, еще к тому же вот в отношении Саши Баженко, что были пытки в отношении него, давление, и вот это говорит о том, что данный процесс должен быть либо пересмотрен, а нефтяники вообще должны освобождены, и что этот процесс должен быть прошел совершенно необъективно. И была заданность, и это касалось не только этого процесса. И что, правда, жена в Зене должна быть полностью восстановлена, и это должно быть сделано в нормальном обществе. Спасибо. Я хочу добавить, что действительно во время процесса над жена в Зене, как мы уже говорили выше, следственные органы не было предоставлено ни одного неопривежимого доказательства или улики и подтверждения того, что именно эти 37 рабочих нефтяников в чем-то конкретно виноваты. И, видимо, сценарий всего этого судилища был заключен в том, что для того, чтобы чувствовать, что дело разваливается, были так называемые соты, приближены соты, то есть засекреченные свидетели, которые, как выяснилось, еще и не дают клятву во время своих показаний, то есть верить на слово анонимные. Это, как и своего рода, как сталинский анонимный донос. Так вот, самым механизмом, и вот я говорю, благодаря Саше Баженко, и был еще один Ерлан Зайлханов, эти два мужественных парня, которые высветили суть, высветили всю эту подлость, вот эту цинистность, вот этих всех обвинений. И, несмотря на это, судья именно на основании вот этих сотых показаний, за ними, как говорится, лучшего, он ее осудил, большинство своих нефтяников, и они и сидят. И вся их вина была построена во видительном заключении именно на показаниях, вот так называемых, сотых свидетелей. Что касается по Саше Баженко, я бы хотел еще добавить. Несмотря на его молодость, вот его раскаяние, вот его, там тоже были, наверное, тысячи обстоятельств, и так говорит, насколько этот молодой парню, который, в принципе, в жизни не виден, оказался нравственнее, духовнее богаче сегодняшнего власти. И ведь, по сути свое, говоря, что вот эта трагедия, сегодня был вопрос о том, что мы не знаем, кто виноват, можно ответить однозначно. Во всяком случае, в материалах судебного разбирательства выяснилось, что спецслужбы послуживали активисты нефтяника аж с 2010 года. То есть они были под непременным наблюдением. Более того, всевозможные специалисты аэроцией против них проводились. И 7 месяцев самого противостояния, это было не 100 человек, не 200 человек, а самый в разгар, допустим, по ОМГ, это 9 тысяч населения, рабочих, выходило на забастовку 48 процентов, половина. Это 4 тысячи. По КМГ, как Азманная Газа, как Рожамбасманная Газа, состав сотрудников насчитывал за 4,5 тысячи, до 80 процентов выходили. Это огромное. И плюс еще сюда прибавят Кирсай-Каспиен. То есть около десятка тысяч. Высококолистичные рабочие, когда вышли на забастовку, и говорят о том, что они об этом не знали, и они только не слышали. Это... Это... Пропустили сотрудники ДКНД и полиции Жуни-Зеева. Никто взяли сюда, не мог задержать слез. Пожалуйста, история Роза Тулетаева. Мы не могли позволить компании продолжать нас эксплуатировать, рассказывает Роза Тулетаева голосом ирландской актрисы. Андрея Корз зачитывает историю казахской правозащитницы со сцены в Дублине. А на родине гражданские активисты собирают для Розы поздравления. Они большие поздравления собрали в интернете, в группе несогласных. Там, кто где писал, кто в личку писал. Мы все вот эти поздравления собрали и отправили, и вложили в конверт. Также мы туда вложили свои поздравления открытки и отправили Розе Тулетаеву поздравить ее с днем рождения. Конверт по почте отправили в исправительное учреждение в Актау. Там Роза Тулетаева отбывает свой срок. Суд признал ее виновной в организации беспорядков Жана Узине 16 декабря 2011 года. А ведь она просто боролась за права нефтяников. Она провела с ними на площади все 8 месяцев. Она не скрывала своего лица и смело высказывала свою позицию. Из 37 обвиняемых по шановым зенским событиям самое суровое наказание получила Роза. Тулетаева Роза Айпаевна признана виновной по статье 241 части 1. Ей назначается наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Не читай, не читай. Лживый суд. Это же все вранье. Они ни в кого не стреляли. Это лживый суд. Роза, не привыкшая сдаваться, обжаловала приговор. Апелляционная инстанция Мангистауского областного суда, рассмотрев жалобу правозащитницы, изменила ей тюремный срок с 7 на 5 лет. Бабушка и сестры у стен СИЗО пытаются докричаться до Розы, сообщить радостную весть. Здесь, в следственном изоляторе Атырау, правозащитницу пытали. Над ней издевались. Не сразу женщина сможет рассказать об этом. Боялась не за себя, за своих детей. В отношении ее нехтаруслан, он крымвышник, а также тоже Нужан, по-моему, я сказала, да, Ержан. Это оперуполномоченные. Они во время допросов, то есть одевали целлофановый пакет ей на голову, то есть она несколько раз теряла создание. И для того, чтобы ее привести чувство, они буквально ее за волосы таскали. То есть то ли чуть ли не приподнимали ее. В результате чего она после допроса у нее клоками волосы начали выпадать. За решеткой Розы уже почти год. Санкцию на ее арест от выдал 6 января 2012 года. Но она не сломалась и даже не пала духом. Через свою дочь Алию передает благодарность всем тем, кто ее поддерживает. Состояние здоровья, конечно, ухудшилось. Постоянные боли в печени и очень низкое давление. Но она находит в себе силы жить и бороться. В колонии читает много книг по психологии, учится на парикмахерах. После освобождения Роза хочет начать карьеру с самого начала. В своих судебных показаниях ваша мама сказала, что в полицию она пошла сама. Зачем она это сделала? По ее словам, один из нефтяников ей сказал, что иди, Роза, не бойся. Там находятся журналисты, правозащитники. Они приехали, чтобы защитить нас. И она пошла. 17-го? Не 17-го. Как это было? 20-го. 20-го. 29-го. Спустя неделю уже после событий. Пошла сама в полицию. А до этого, уже 16-го декабря, вечером, к ее сестре, моей тете, пришли к КНБ, 3-4 КНБ и около 12 ОМОНцев. И они обыскали дом моей тети. Полностью шкафы, все везде искали мою маму. А мама, как пошла в полицию, ее там же арестовали, и больше она домой не возвращалась? Да. Она после этого не возвращалась. До этого, до ее ареста, вызвали моего младшего брата. И ему, в общем, это громкие слова, но я скажу, КНБ ему сказал, он читает мамаз, мой младший братец, ему сказали, товарищ, сделаем так. Ты успокоишь тех мусульман, которые в мечети находятся, а мы вместо него, вместо нее маму твою не будем держать. Вообще, не будем ее так. После этого, после этого они, в общем, в МНД Ангоп, последовали мою брату. Следили за вашим братом. Да, следили, потом пошли к маме, нашли маму. Потом ей сказали, в общем, приходи. Она два раза, три раза, да, сама ходила. Потом, на третий раз, ее забрали в КНБ через ГОД. И без санкции ареста ее задержали. Я тогда была в Ахтау. И младший брат мне звонит, приезжай скорее. Я приехала в Жанузин. С утра мы ходили в ГОД, с третьего. И спрашивала, где мама. Никто не говорил, где мама. Моя мать. Они говорили в СИЗО. А СИЗО находится у нас, в Ахтау. Они никак не хотели, вообще, никакую информацию не давали про маму. После этого я позвонила Галмагилю. Потом после этого журналисты позвонили. Они все звонили в ГОД, прокрутру. И после этого, 6 января, дали санкцию на арест. И сказали, где она. Гомера, а как все-таки затем удалось скосить срок на два года? Вообще, конечно, расследование 16 декабря, я считаю, что следствие, вот то, что разделил одни события на несколько уголовных дел, и по какой категории, как, почему разделила Роза Тулитаву вместе с нефтяниками по 241-е, а остальных нефтянец, тоже забастовщиков, уже по 164-е. Вообще, мне непонятно было. Но сейчас, когда уже прошли все эти процессы, конечно, ясно, что в начале следствия хотело доказать тяжкие последствия. Но я все равно считаю, вот уже сейчас я могу об этом сказать, когда уже приговор в отношении Владимира Козлова вступил в законную силу, и когда его же подельники, женщины Ажигалиева, Сахтаганова, Унгарбаева, были переведены в свидетели и по 65-й статье, сравнивая действия их и Тулитаевой. Вообще, мне непонятно, почему Тулитаева сейчас вот сидит, если ее действия даже были менее активны, чем те женщины, которых по 65-й освободили. Конечно, то, что Тулитаевой дали самый большой срок, даже больше, чем таким же якобы организатором, да, 7 лет, понятно от того, что Роза не хотела показывать на тех лиц, на которые указывал орган следствия. Она до конца не давала те показания, которые от нее требовалось следствие. И когда она проходила по свидетелям по 164-й статье, также было на нее давление. И мы считали, мы думали, что когда ее будут допрашивать в качестве свидетеля в суде по делу Козлова, она грозила, что в суде она скажет всю правду и про пытки, и про то давление, про те требования следствия в отношении нее. И я думаю, поэтому, наверное, Розе дали, во-первых, самый большой срок, и во-вторых, по моим предположениям, ее должны были оставить даже по вступлению приговора после апелляционной станции, когда все-таки снизили до 5 лет, ее должны были оставить в октаву, пока шел процесс Козлова. Но ее в последний момент вместе с другими осужденными отправили в колонию. И она свидетелем по делу Козлова не была допрошена в суде. Я думаю, что это как раз-то характер Розы, что она все-таки не сдалась ей. Это было как раз поводом еще раз. По поводу путок, конечно, в тот момент, когда об этом было заявлено во время судебного разбирательства, мы, адвокаты, я вообще просила, что необходимо обжаловать постановление об отказе, но меня не поддержали мои коллеги, я вот одна только обжаловала эти постановления. А реально уже я начала заниматься этим делом, когда приговор в отношении Тулетаева и Досмакомеда других уступил закону силы, потому что у нас во время суда не было вообще физически времени этим заниматься. К сожалению, когда я ознакомилась со всеми материалами, отказных материалами по пыткам, я установила, что кроме объяснительных нефтяников, которые заявляли о пытках в материал делания, ничего нет. Хотя на тот момент, когда в суде они заявляли про пытки, они уже знали фамилии, имя, должности, в каком помещении, да, они конкретно указывали всех, всех лиц. И эти лица даже некоторые проходили по делу в суде, они в суде заявляли... Рашид Кулебаев, он такой фигурировал? Он был начальником ВВС, да? Рашид Кулебаев? Нет, я не помню. На днях была конференция в фейсбуке Мухтара Аблязова, оппозиционная политика, где он вспоминал о пытках, которым подвергался в державнике, на зоне, в которой сидел. С 2002 года, для фактически, вы помните, да, эти политические процессы над Ванжаном и над Мухтаром. Так вот, в этом ответе он сказал, что Рашид Кулебаев, начальники ВВС, имеют прямое отношение к пыткам, ну, по крайней мере, в первые дни, с 12 декабря. Ну, как руководитель, я не знаю, не могу сказать. Я исхожу с позиций моих клиентов, они указывают конкретных оперативников, конкретных следователей, которые непосредственно применяли к ним пытки. То есть, поэтому я считаю, что именно эти лица должны были быть привлечены к уголовной ответственности. Но следственную проверку проводил тот же орган, который и ограничился только объяснительными. Экспертиза ни в отношении туалетаевских волос, ни в отношении здоровья не была произведена. Просто формально были собраны эти объяснительные. Значит, на мой запрос адвокатский учреждение СИЗО, то есть, ответило, что следователь Ажабаев их не посещал в СИЗО, но постановление было вынесено от имени следователя Ажабаева. Это как раз мне подтверждает о том, что проверка была произведена формально, возможно, даже за совершенно другими лицами. Спасибо, Гульнар. Мы продолжим эту тему в нашем третьем блоке. В заключении хотелось бы сказать выводы общественной комиссии. Показания из тех, кого следователи назначили свидетелями, выбивали с попытками. Многие свидетели заявили о том, что давая показания, они оговорили подсудимых, так как требовались с них следователи. И судом не установлено, где в показаниях свидетели правда, а где ложь. Показания многих гражданских свидетелей не были добровольными. Показания полицейских анонимных свидетелей не являются беспристрастными и объективными, потому что они являются заинтересованной стороной. Оговаривая подсудимых, полицейские снижали свою вину и ответственность за расстрел жанузенцев. На этом наше включение подходит к концу. Встретимся в этой студии через 10 минут. Продолжение следует...